Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. День добрый, друзья! В эфире шоу «Личное мнение» программа, где мы встречаемся с известными в разных сферах людьми и узнаем их личное мнение по интересующим нас вопросам. И сегодня у нас в программе даже Мурат Хайрушев. В прошлом это бывший начальник Департамента ПЧС Мангостаутской области, в настоящем это политик, общественный деятель и, не побоюсь этого слова, блогер. Вы ведете свой блог в Фейсбуке, давайте прямо к нему и перейдем. Расскажите, пожалуйста, о чем пишете и что именно волнует вас? В связи с тем, что я, ну, по идее, 20 лет работал в нефтяной сфере после окончания института и 20 лет, получается, я работал в системе предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Получается, 17 лет я в системе МЧС, включая Госкортехнадзор, промышленную безопасность и работа начальником Департамента ЧАЭС и 3 года начальника управления ГОО ЧАЭС в Акимате. Итого, получается, 20 лет в нефтяной промышленности и 20 лет в направлении предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Поэтому я об этом пишу. Смотрите, вы удивительно произнесли фразу по ликвидации ЧАЭС. Мы привыкли слышать Департамент по чрезвычайным ситуациям. Вот произошло, и как бы ликвидируем. А вы говорите по предупреждению ликвидации. И, собственно, что скрывать, мы знаем, что мы читали ваш блог, и знаем, что именно этим вы и прославились в нашем регионе. Именно поэтому пользуйтесь большим уважением тем, что вам удалось предотвратить множество, именно предотвратить чрезвычайные ситуации. Можно вот какие-то из них, про какие-то из них рассказать? Ну, прежде чем рассказать про каких-то, я что-то такое предупреждение скажу, чтобы доходчиво было. Вот, скажем, в Арысе случился взрыв. Боиснаряд, говорят, года три назад, по-моему. И что было? Люди убежали, были травмированы, были умерши, здания упали. Вот, но после, значит, как получился взрыв, после этого приехали спасатели системы МЧС. Кто живы были, остались под завалом, спасли. А Акимат восстановил, ну, весь Казахстан восстановили строение, дома и так далее. Жизнь наладилась, жизнь наладилась. И после этого 109 спасателей получили награды, ну, и, наверное, некоторые повысили звание. Смысл, понимаете? А если бы нашелся один такой человек, все-таки этот взрыв случился от того, что своевременно склад этих боеприпасов не увели за пределы городской черты. Если бы вывели, если бы он взорвался, то город остался бы цел, и никого спасать и не надо. Вот что, значит, предупреждение наглядно, которое можно показать. То же самое по Джамбулу, вот сейчас недавно был взрыв, и то же самое, например, по Бейруту, в Ливане, которое было, значит, там же тоже могли предупредить. И вот весь вопрос предупреждения. Если вы читали статью, например, вот этот пожарный спасатель Казахстана, это республиканский журнал, который там вышел, там сказано, что я предупредил. Вот давайте сейчас будем по этой статье, которую вы сейчас затронули, вопрос, что именно предупредил. В 99-м году на заводе Пластмасс создалась такая ситуация, что ввиду ухода на банкротство, это порядка в 95-м году, значит, ранее, которые заключены договора на приобретение химикатов, они поступали, поэтому еще не решен вопрос, будет банкрот, не будет банкрот и так далее, химикаты накопились. И эти химикаты уже, когда завод уже пошел на банкротство, он остался на складах. Теперь, значит, завод Пластмасс хочет эти химикаты реализовать. Они дали, значит, заявку по всем государствам, откликнулась, значит, Россия, хотели купить, а потом смотрят, и они дали ответ России, что ваши химикаты с истекшим сроком, и они способны к самовоспламенению со взрывом. Я обращаюсь к руководству, а какой будет взрыв? Они дают расчет 42,2 единицы условных. Что такое условные единицы, мы не знаем. Что, какие последствия имеют? Но в то же время поехал на склад 10,48, 10,49, два склада, рядом находятся полные данных перекосных соединений химикатов. Естественно, мы ЧАЭС объявили, как я понимаю, пусть я не химик, но как я понимаю, что такое самовозгорание со взрывом. Значит, первое, нужно самовозгорание. А чтобы не было этого самовозгорания, надо проводить орошение. Водой проводить орошение. Если влажный химикат, он не будет возгораться. Раз не будет возгораться, значит, не будет и взрыва. Что для этого делаем? А для этого, значит, нужно подавать воду, а чтобы подавать воду, на насос нужно напряжение. А воду напряжение подает МАЭК. И воду, и напряжение. Мы объявляем ЧАЭС по области, а Манкулов первый за МАЭКом области, он тогда председатель областной комиссии ЧАЭС. Он пошел на встречу, сразу давай объявили ЧАЭС. И управляющий директор МАЭКа, Каланов, он говорит, да вы что, смеете что ли? Завод на банкротстве. Запоем на банкротстве. Тут все население, мне почти многое не платит, даже не платежи, а вы хотите проводить, чтобы я на целый завод, чтобы опрыскивать, давал и воду, и напряжение. Да вы что? С Калановым был жесткий разговор у нас, но ему большое спасибо. Бесперерывно давал и напряжение, и воду. И мы с мая месяца до августа проводили орошение. Проводили орошение, орошение. И в августе, ну в смысле, до этого я уже обратился к Аманкулову, сказал, что от имени Акимобласти, Баева, нам надо написать письмо в правительство Республики Казахстан, чтобы они вызвали компетентную комиссию. Потому что я должен знать, а какие последствия взрыва, мне нужен тратиловый эквивалент. Я не пойму, что такое условных единиц. И они выслали распоряжением премьер-министра. Вы уже на тот момент поливали, что-то делали. А поливали, не зная, я знаю, что будет возможен взрыв. Если пожар, мое главное не допустить пожара. Главное, чтобы это было сырым, это химикат. А раз сырым будет, возгорания не будет. Вот мы этим и занимались. Потом приехала в августе правительственная комиссия. Министерство энергетики возглавляло. Они проверили и дали заключение. Что да, химикат может, перекосные соединения могут сама возгораться со взрывом. Тротиловый эквивалент взрыва может составить при взрыве 74,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Ирина, вы знаете, 1-2 килограмма тротила, что делает, ну, когда был терроризм, вокзал полностью разбрасывает. 1-2 килограмма тротила, а тут 74,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Взлетел бы весь октаву. О, вот теперь давайте будем конкретно говорить. В заключении написано. Во-первых, в зону, 5-километровую зону максимальных разрушений подпадает, не говоря там ХГМЗ и так далее, подпадает МАЭК с атомной установкой БН-350. А что такое БН-350, вы знаете, это второй Чернобыль. Во-первых, всех людей смогут сказать, если кто останется жив, надо их выселять. Если будет разрушение МАЭК вместе с БН-350. Второе, даже судоходство не будет по Каспии. Даже судоходство. Чернобыль, вы знаете, там 5 предкаспийских государств. Это что такое? И, самое главное, потерпевшие могут быть составлять от 1000, при возможном взрыве, от 1000 до 150 тысяч человек. В 99-м году 150 тысяч человек, это все население города Ахтау. То есть нужна эвакуация, по большому счету. Я в шоке был. Не было эвакуации в 99-м году. Я в шоке. Я когда вот это заключение взял, вот у боксера есть такое состояние нокдаун. Я был в нокдауне, ну минуты 3-5, может быть, я не знал, что делать. Ну, это заключение, оно идет к премьер-министру. Все-таки он создал комиссию. Премьер-министр, естественно, собирает ЧАЭС, экологию, всех, и дает им задание. Но мне-то пока придет задание, пока они там стрибуются, сейчас принимать меры надо. И поэтому, вот благодаря тому, что мы тогда еще приняли решение проводить орошение, значит, оно продолжалось, во-первых. Во-вторых, усилили охрану, усилили. В-третьих, только в департаменте ЧАЭС это узкий круг людей знало. Мы это не афишировали. Потому что, если люди узнают, что здесь, ну, конечно, паника. А это хуже всего паника. И это не говорят, а с другой стороны. Надо выселять население. В итоге все это перевезли через какое-то время. Целый год этим занимались. То есть, во-первых, завод пластмасса, Герасимов, он вице-президент был. Значит, он нашел компанию в России, они откликнулись, и только на вывоз. Только на вывоз. И вот в течение года... Скажите, вот вы медаль за это получили? Ну, медаль потом я скажу, как получить. Во-первых, меня сняли из занимаемой должности. Через 9 лет, прямо так скажем. Ну, давай, это понятно. В течение года ликвидировали. Вот это самое главное. То есть, оставили население, никого без вас. И вот вы уже начали разговор именно с того, что происходит какое-то ЧП, и самые отличившиеся получают медали и новые звания. Вы не допустили ЧП, но ни медали, ни звания, ни даже грамоты. Ирина, тут какое звание? Вот за конкретное действие было грамотно? Вот смотрите, вот этот ЧС предупредили, не допустили взрыва. Действительно, что-то здесь должно быть у меня. Должно быть. А почему нет? Потому что в течение года, я не говорю даже в течение года, как комитет по ЧС получил вот это заключение правительственной комиссии, они должны были мне письмо написать. Или приехать. Что делать? То есть, должны быть какие-то согласованные действия. Ни одного письма, «Хайруша, что собираешься делать? Как будешь делать?» Или «Давай, вот так делай!» не было, и не приезжал никто. И телефона, звонка не было. Я не буду говорить это, почему. Это пусть комитет по ЧС сам решает, почему они не приехали, почему не возглавили, почему мы не проводили совместных действий. Но мы здесь с заводом пластмасс, я, значит, зам Акима области, значит, Аманкулов Жумыкен и Николай Баев, вот Аким, сделали так, что ничего не было. Скажите, пожалуйста, по вашему личному мнению, таких как вы, у госслужб, ну, мало, это надо признать, причина кроется в том, что там люди недостаточно умны, или все-таки в том, что инициатива наказуема в нашем государстве? Ну, честно говорить, я не хотел быть начальником департамента ЧС. Когда я был замначальником управления ЧС, тогда было, и курировал инспекцию по промышленной безопасности, и когда меня хотели поставить, я не хотел, потому что я знаю, там одной девчонке в лицо попадет, какой-то камень упадет, со стройкой или упадет, я перед ней, мне перед ней даже будет стыдно, пусть даже меня не посадят, не снимут должности, как я и девчонке буду в лицо смотреть, когда она станет взрослой уже. Она нормально замуж выйти не сможет с таким большим шрамом. Вот такое у меня чувство. Я боялся быть начальником департамента ЧС, я отказался же, поэтому чуть втык не получил за это. Но потом назначили меня, и я уже с первого дня работаю с чувством, работал с чувством ответственности. Понимаешь, вот это чувство, оно мне помогало, помогало, и заставляло меня анализировать. Вот если вы читали вот эту статью «Искусство жизни людей», вот я, например, сказал, «Кран упадет». И этот кран упал. Потому что я сам не мог его остановить, управление промышленной безопасности, оно отделилось, как управление госконтроли. Вот. То же самое по газу. В течение года, с 91-го по 2007-й год, в год умирало из-за потребления газа один-два человека по области. Не больше, один-два человека. Один-два столько в УЗЕ не было, и все. А так, ежегодно так, один-два человека. Что я делаю в 2007-м году? Я иду к Акиму области, к Ушербаеву. И сказал, что я вот так 16 лет в комиссии по подготовке к зиме, а вот эту зиму, я первый раз за 16 лет вот к Аким пришел, что вот эту зиму боюсь по газу. Потому что вот управление госконтроли, оно не выполняет решение областной комиссии ЧАЭС, и лично мое решение, как начальник департамента ЧАЭС, по потреблению газа в быту. Я вижу, что делается на газозаправках, там, что он как заправляет баллоны. Поэтому я свои опасения сказал Аким области. И что после этого? В течение двух месяцев, через 10 дней, как я был у Аким области, в течение двух месяцев 15 человек умерло, 15 попало в больнице. А Аким области не отреагировал? Не, ну конечно, он отреагировал, принять решение надо, сказать ему, но уже упустили. Упустили. Одно дело сказать, другое дело заставить. Это через министерство надо. Если бы вы были министром по чрезвычайным ситуациям. Вот представьте ситуацию. Вы министр. Какие бы три закона вы ввели, или что бы там изменили в существующих законах, которые бы, на ваш взгляд, поменяли там ситуацию? Во-первых, я не буду министром, но представим, что я министр. Я в первую очередь пересмотрел бы закон о гражданской защите. Что там надо менять? Если вы сейчас, как сегодня поставлено дело в области предупреждения, ЧС бывает природные и техногенные. Природные, понятно, там затопило, молния ударила, там и так далее, тому подобное. А остальное все относится к техногенам. То, что взрыв случился по газу, то, что лифт упал и так далее. Каково сегодня положение? Значит, вот потребление газа. Газ транспортируется на МАЭК. Газ транспортируется в жилой дом. То, что транспортируется на МАЭК, надзор за безопасностью потребления газа на МАЭКе, транспортировка, подача нормального газа, надзор ведет государство, комитет промышленной безопасности. Теперь газ транспортируется в жилой дом, его подача, значит, в жилой дом безопасного газа, а он не просто должен быть чистым газом, он еще в жилой дом должен идти адорированным. То есть, химикат добавляется для придания запаха. Например, домой пришли, что-то, запах, ох, газ, потому что сам природный газ, он не пахнет, а вот адорант, именно он пахнет. А человек, если, то есть, компания не добавила адорант, а пропуск газа в доме есть, человек может уснуть и никогда не проснуться, что и было. Что и было. И что получается, этот надзор, надзор, промышленная безопасность не ведет. Как это так? Жилой дом не ведет. Или же возьмите лифт, в компании Мангстонм Найгас, например, лифт, он государство надзор ведет. А такой же лифт дома, государство надзор не ведет. А что такое вести надзор? Сейчас, секундочку, вы хотите сказать, что нет закона, контролирующего, добавляют ли запах в природный газ или нет. То есть, если я отравлюсь и будет доказано, что у меня газ не был там адорирован, как вы говорите, никто за это не понесет ответственности. Да, потому что надзора государственного органа, как комитета, нет. Тоже, вот я говорю конкретно по лифтам. Лифт упал, Мангстонм Найгас, надзор за ним есть, государство должен обеспечить. А дома государство не должен. Как это так? Лифт упал, жил он, у нас же упал лифт, хорошо он упал, вообще в целом пахта он нам на сегодня везет. Упала глыба в скальной тропе, никто не умер. Почему? Со времен Адама и Евы, как человечество появилось, это первый раз, чтобы закрыли набережную карантином, поэтому не было человеческих жертв. Вот, значит, недавний взрыв по газу, опять никто не умер. Почему? Потому что ушли все 8 часов. Взрыв был и 6 часов в том числе и взрыв, и никто не умер. То же самое лифт упал. А лифт упал откуда? Лифт упал с первого этажа, в подвал упал, всего 1 метр пролетел. Но факт, там люди с детьми были. Опять, но Всевышний же предупреждает, поэтому если я был бы министр по ЧАЭС, как вы сказали, Ирина, в первую очередь надо пересмотреть закон о гражданской защите. Там надо уже со времен, со времен уже более 100 лет промышленной безопасности. Уже вся промышленность распределена. Какие производства считать опасными, какие менее опасными. Опасными все взяло государство на свой надзор в лице Комитета промышленной безопасности. Они сейчас от этого отошли. Только смотрят промышленные объекты. Комитет промышленной безопасности, а не Комитет безопасности в промышленности. Понимаете как? Понятие. Мы не должны работать по понятиям. Мы должны работать по законам. написано «промышленная безопасность», то есть какая промышленность опасна для населения. Вот они должны такой надзор вести. А он был раньше, он и был такой надзор. Уже определили за сто лет, какое производство опасное, какое менее опасное. Но они это вычеркнули. Одним розчерком пера вычеркнули уже начиная с 2005 года. И вот в 2012-2014 год два закона вышли, они, их надо срочно менять. Поэтому если бы я был бы министром по ЧАЭС, я сразу перешел бы на рассмотрение депутатами специалистами закона о гражданской защите. А если бы вы были Акимовым области, у вас было бы больше сверху? Вот абсолютно правильный вопрос. Я не первый год поднимаю вопрос о том, что надо пересмотреть надзор, вот то, что промышленной безопасности отвести. Были Акимы. Вы сами знаете, в Фейсбук сколько лет я пишу, что это надо пересмотреть. Этот Фейсбук смотрит и Аким области, Нуваев. Что он делает? Он выходит ко мне письмом. Я к нему не выходил, я Нуваева так-то, но визуально я не встречался, не знаю. Он вызывает к себе меня и просит, значит, кто еще что был при нашей встрече, беседе со мной. Я объяснил департамент ЧАЭС, департамент промышленной безопасности, департамент экологии, значит, Нарутан, Маслехат и так далее. Он всех собрал и если до этого департамент ЧАЭС на вопрос, какие могут быть ЧАЭС на сегодня по области, они не могли ответить только в прошлом году, тогда Базарбаев был начальник ЧАЭС. Я задал вопрос, какие могут быть ЧАЭС по области. Не могли ответить. Один, два, три, не могли. Я на этой встрече с Акимом области говорю ему шесть совершенно ситуаций, которые на сегодня могут быть у нас по области. И Аким области, Нуваев, что делает? Он не просто перечень взял, он каждый вопрос ЧАЭС, который может быть, прямо там же при мне рассматривает причину, которую я говорю, он сразу выясняет со своими замами и с руководителем госорганов и прямо же там дает задание, что надо делать. Что надо делать. И на все шесть, которые я сказал, на все отдельный подход, к каждому отдельному. Я считаю, это именно тот подход, который нужен на сегодня от власти области. Мне оно понравилось. Это в рамках ЧАЭС, то есть предупреждение. А может быть что-то глобальное? Глобальное абсолютно. Ну, я имею в виду, это, конечно, безусловно, тоже глобальные вопросы, предупреждение чрезвычайных ситуаций, там их ликвидации и прочее. Вот наша область, в ней много там каких-то насущных проблем и триггеров, там, не знаю, с озеленением, еще что-то. Есть у вас какие-нибудь идейки, вот вы бы пришли и сказали, не знаю, там, автобусов больше сделаю или, там, засажу все елями и березами. Ну, может быть, вот какие-то такие. Есть, конечно. Пересажу чиновников на велосипеды. Есть, конечно. Есть, конечно. Первый вопрос я все-таки хотел бы менять в сфере быта населения. Что такое быт населения? Вы проедете по нашим не городам, Ахтава и Узень, по районам, везде туалеты на улице. Я понимаю, сейчас, например, скажем, моя внучка, она полюбит парня из поселка Синек. Я, например, допущу, он учится здесь в институте, они полюбили, она выходит замуж, я ее отправляю в Синек, потому что парень там живет. Моя внучка не проживет там год, она не проживет несколько месяцев даже, потому что она привыкла в ванны, привыкла к туалету, привыкла за собой ухаживать, а там она не сможет. Она придет с плачем ко мне. Значит, Кью-Вала должен вместе с моей внучкой переехать в Ахтаву. Тогда, значит, родителей Кью-Вала, они останутся в Синеке, скотина тоже останется в Синеке, значит, за скотину ухаживать некому, за стариками ухаживать некому. А как казахам жить без родителей, без скотины? Как? Поэтому первый вопрос, наверное, стоит, мы должны условия жизни сельчан поднять. Почему у нас иностранные компании много работают хорошо? А почему мы не делаем там канализацию? Почему не делаем воду? О, теперь второй вопрос. А где вода? А где вода? А вода же была? А почему сейчас не хватает? Поэтому прежде чем решать проблему, проблему, вот воды нет, давайте мы построим построим опреснитель установки. Абсолютно правильно. Но я чего боюсь? Мы сейчас построим опреснитель установки, они в срок пустятся, мы всех обеспечим водой по расчету сегодняшнего населения. Но вы прекрасно знаете, что город Ахтава это единственный город по Казахстану, который на берегу моря. У нас широкая реклама идет. В том числе и строители ведут рекламу. Вот мы стоим квартирой, приезжайте в Ахтав, шикарный город Ахтав. Мы построили в 2025 году опреснитель установки. Оказывается, с Чимкентом, с Жамбулом понаехали другие, потому что они тоже хотят жить в этом городе. Но они же тоже пить хотят, на них-то не рассчитывали. Поэтому стоит вопрос, прежде чем рекламировать, нам надо понять, мы сколько людей вообще можем обеспечить водой. Водовод Кигач Мангышлак Мангышлак на сколько хватит? И сколько нам еще будут давать там? Своей воды сколько хватит? То есть на сегодня вопрос миграции людей в Мангышлакскую область надо посмотреть серьезным образом. Это понаехали, мы уже как москва. Я не говорю таким словом, потому что кому-то плохо не сделать. Так, вода, инфраструктура, еще что может быть? Социальные условия, в деревне. Я считаю вот это. Поймите, Ирина, поймите, мы хотим туристов. Мы хотим туристов. Это хорошо. Но туристы приезжают, во-первых, это люди из другого государства, из другой области, из другого государства. Называй как хочешь, но это же люди. А что людям надо, пока они доедут до Божжера? Им нужен душ, туалет, условия погоды. А где? Лучше не позориться, пока нет. Я думаю, мы должны, если идем параллельно, мы должны думать, что к нам приезжают люди. Например, 4 года тому назад, Акимат города, по строительству туалетов, в зимнее время, по действию туалетов, на набережной сказал, что они не окупаются. Я чуть не умер. Что за термин не окупается в зимнее время? А срам одной опашки, которая вынуждена там, ну, она с внуком пошла на набережную и вдруг зимой ее приспичило. А срам сколько стоит? Это кто-нибудь высчитал или не высчитал? Мне тоже не очень понятно, почему нельзя содержать эти туалеты за счет, например, тех же предпринимателей, которые находятся на... Ну, я думаю, сейчас Аким город, он... Я сам по линии ЧАЭС заметил, Аким города наш, он болеет за то, чтобы было хорошо в нашем городе. Я не думаю, что он в один момент решит. Но, например, какие ЧАЭС я ему говорю, какие могут быть... Я не буду сейчас... Города вы имеете? Провод лежал там голый, он там пошел. На следующий день уже даже киоск уже перенесли в другое место. Штыри были, вы знаете, когда отодвинулся скамейки, когда пандемия была, а штыри-то остались, там дети бегают по набережной, а никто-нибудь упадет глазом, все. Смотрите, есть мнение бытует, что раньше, условно, 20-30 лет назад, и люди власти были более, более, как сказать, смелыми, что ли. И высказываться было проще. А сейчас, ну вот есть какой-то распорядок, и лучше оставайся в серой массе, не высовывайся, иначе в лучшем случае получишь, в худшем случае уволят, там, и так далее. Заметили ли вы какую-нибудь такую тенденцию? Вообще, вы как человек, в принципе, из системы. Сложно работать, ну вот, мы не говорим, как бы в общей системе. Ну, есть государство, есть область, есть регион, есть формат одного маленького, например, там, департамента вашего, да, по чрезвычайным ситуациям. Мог бы к вам, там, на прием прийти какой-нибудь ваш сотрудник, например, там, рядовой, да, и сказать, там, в оке, мне вот кажется, нам нужно вот заняться, там, вот, в этом доме, может, газ рвануть. Вы бы его стали слушать? Сейчас я не знаю как, но когда я работал, я говорю, до 2008 года, вот мой коллектив, значит, который есть, ну, сейчас они живы-здоровы, многие, у меня такого не было, что мой прием по личным вопросам такого-то, принимал в любое время всех. Вот недавно я встретил одну женщину, она у нас работала, вот, ей уже 70, даже больше, она говорит, «О, Кажемат Сиханович, вы же с нас требовали, сильно требовали, мы даже плакали после того, вы нас ругали, мы даже плакали, говорит, но на работу мы ходили, как на праздник, как мне это было приятно слышать». Светлана Цехановна сказала, «Как мне это было приятно слышать, на работу мы ходили, как на праздник». А что такое праздник? Праздник, это не обязательно веселиться каждый день на работе, я бы не мог предупредить столько ЧАЭС, чтобы их не было, если бы я каждый день занимался весельем и веселил коллектив. Мы работали, но главное был доступ. У них всех ко мне. Они даже шутили, я телевизор, а, в смысле, через дверь слышен мне, заходит один человек, спрашивает, «Кажемат Сихановичу, занять нет, можно?» И секретарша говорит, «Доступ к телу свободен». Ну, я-то слышал, дверь приоркнута была. Ну, свободной вообще не было. А сейчас я боюсь… А так везде? Я бы не сказал бы сейчас. Сейчас объекты, объекты плохо охраняются, чем охраняется президент этого объекта. Шлагбаумы стоят, охрана здесь, охрана внутри. Мне это непонятно. Но при этом есть пропаганда под названием «слышащее государство». Я думаю, сейчас намного сложнее. Вопрос сложнее в том, что, я думаю, сейчас чувство ответственности в законном порядке оно преуменьшено. Я сейчас боюсь, что некому отвечать, если все законы собрать. Почему, например, по ЧАЭС должен отвечать зам Аким области по ЧАЭС? Почему? Почему не в первую очередь департамент ЧАЭС, который должен? Вот он все сделал, из кожи вылез, а вот зам Аким области, который по ЧАЭС не сделал, я понимаю, тогда еще пойму, вот он рвал металл, но деньги не выдел Аким от ЧАЭС, а вот он, я пойму еще, но если ЧАЭС случится, почему зам Акима тащим? То же самое по экологии. Почему государственный орган по экологии, он в стороне, государственный орган он в стороне по ЧАЭС, а отвечать должен зам Акима? Мне это непонятно. Давайте вот еще. А, мы поиграли в Акима, поиграли в министра, давайте так теперь президентом, у нас мало президентов за 30 лет было, если бы вы стали президентом. Ну, вы так действительно, мы так далеко пойдем. Ну, во-первых, президентом, давайте скажем, какие проблемы в любом государстве на сегодня, постсоветских государствах, какие проблемы? Это граница, граница, это язык. Вот такие основные, значит, проблемы. Какую форму в языковом плане бы вы провели? Ну, во-первых, в языковом форме, я думаю, возвращаться, возвращаться во времена Союза, если раньше нам было очень сложно. Казахам очень сложно было, которые закончили национальной школой. Я это по себе знаю, я закончил в Грозном, и кто закончил национальной школой, им Грозном было очень сложно учиться. Вот, понимаете как? И в жизни, например, если человек плохо знает русский язык, 100% он не продвинется. Согласно его уровню знаний. Это тоже понятно, как он будет сработать с коллективом, если он на том языке, который нужно довести до коллектива, на русском он не может. Это вполне правильно. Но уже когда стало суверенное государство Казахстана, без языка, государство без языка, оно не может проводить какую-либо национальную воспитательную политику. Не именно, чтобы все национальности стали казахами. Нет. Но в любом случае, воспитание, оно идет с поколения в поколение. Если Казахстан, если, значит, национальность этой территории, оно будет проводить, но проводить свое воспитание на другом языке, оно не получается. Вот видите вы, мой значок, это значок моего отца. Он со мной проводил воспитание до седьмого колена. Кто у нас были, я всех знаю, на могилах у всех был. И он проводил, а вот это какой был, вот это как. А почему он так поступил? Я так воспитывался. Это мое воспитание. Поэтому мы воспитывать должны, зная о том, на каком языке воспитывать. Ну вот, хорошо. У нас же есть всякие программы по обучению взрослых казахскому языку. У нас преподают казахский язык в школе. Но почему-то люди не говорят. Да. Почему не говорят люди, в моем понятии, это, во-первых, должна появиться потребность. Одно дело, уважайте казахов, уважайте казахский язык, этим делом ничего не сделаешь. С двух сторон должны идти. И сами казахи. Идти к тому, чтобы язык был приятно слышен. Почему? Димаша, некоторые за рубежом слушают, изучают казахский язык. Почему Димаша Худайбергенова, певца, изучает казахский язык там где-то в Австралии, чтобы понравилось? Он изучает казахский язык. А Димаш поет. Я не говорю о том, чтобы все полюбили казахский язык, всем нам надо по Казахстану ходить и песни петь. Нет. Но мы должны на казах... Я своей семье говорю. Когда мы на казахском говорим, в окружении других национальностей, мы должны говорить приятным. Извлечением звуков. Гудширабугункишкия кайдаварамис, кмдкнеку накаварамис, не апарая. Вот таким, чтобы было приятно слышать другой национальности. И второе, надо проявлять уважение. Прибалты как сделали? Они очень аккуратно сделали, чтобы не в том деле, чтобы не уважать другие языки, но чтобы именно свой язык шел в своем государстве, они приняли меры, и у них пошло. А какие меры приняли? Ну, они никому не мешают говорить на русском языке. Пожалуйста, говорите, но отвечают на своем языке. Например, на латышском. Все. Они никого не дискриминируют язык, никого не ругают. Вам не кажется, что сама система изучения языка не очень правильна? Потому что там, чтобы выучить английский, нам можно там понадобиться три года ходить на курсы, иногда три месяца. Но мы же все, всей страной 11 лет, очень много часов в неделю учили язык. Может быть, мы неправильно его учим? Все-таки. Может быть, нужно пересмотреть саму методику изучения языка? Почему? Дети казахскоязычных семьях как правило, идут в первый класс, зная два языка. Потому что с ними изначально разговаривают родители на русском и на казахском, и это прилепляется. А мы, когда приходим в первый класс, мы, я имею в виду русскоязычное население, с которыми дома разговаривают на русском, нас на первом уроке казахского языка учат алфавиту казахскому. Ну, это же неверно. Разговору. Надо начинать с разговора. Надо сначала с нами говорить. Здесь Ибрагимов Заур, парень. Он в станции техобслужной работает. Он со мной на казахском разговаривает. Но я говорю, откуда? Он говорит, с Дагестаном. Ну, я сразу понял. Он кумык или ногайец. Потому что в Дагестане кумыкский, ногайский язык, они схожи с нас. Он сказал, спокойно разговариваешь. Он говорит, нет, я лизгин. Он говорит, как лизгин? У лизгина вообще другой казахский, чем казахский. А как ты казахский язык учил? Ну, я же в 27-м жил, у меня соседи все казахи. О, понимаешь как? То есть у него общение, оно дало ему. Вот я сейчас общаюсь со своими друзьями. Говорю, вот один здесь очень хороший бизнесмен. Я не буду говорить о его национальности. Потому что его сразу узнают все. Однажды я с ним разговаривал. Он хороший бизнесмен. По области, по Казахстану известный. Ему звонит сын. Он говорит, так, слушай, так. И сын говорит, вот сейчас я с 7 вышел на работу, до 10 побыл. После обеда ко мне приходит репетитор. Можно, папа, я пораньше уйду на обед. Хорошо, хорошо. И он говорит, я сыну сказал. Говорит, ему уже за 60, около 70 лет уже. Я говорю, буду похоронен здесь. Мои родители здесь, я буду похоронен здесь. А ты сейчас должен решить, пока не поздно, где ты хочешь быть похоронен. То есть за это время, где ты хочешь жить. Если хочешь уехать куда-то в Россию, там или другую, в Германию, там или чего, это твое дело. Но если ты хочешь остаться в Казахстане, ты изучай казахский язык. И он уже сейчас говорит свободно казахском. Это был два года назад разговор. Понимаешь? И со стороны родителей, и его желания они выучили. Без желания, без желания. Это уже Советский Союз переходит. Надо, чтобы этот интерес появился. Я сейчас некоторые еще не буду озвучивать, но я сейчас уже поднимаю некоторые вопросы, как работает ассамблея, и как я должен, как простой гражданин, работать, житель Казахстана, как в ассамблее должен. Я уже шаги предпринимаю. Как будет время, я скажу это. Так, Кажамар Ассалханович, нам показывают, что время у нас подходит. Передача к концу. В конце очень хотелось бы вообще продолжить разговор, надеюсь, это не наша последняя встреча, и сыграть как в такую мини-суперигру. У меня здесь распечатаны фамилии бывших и нынешних Акимов области. Мы будем смотреть по две фамилии и выбирать, на ваш взгляд, который был вам симпатичней. Не факт, что второй хуже, просто вам понравилось и коротко почему. Ответ может быть что-то из серии «Доу мне просто внешне больше нравится». Это ваше дело. Свободный ответ. Да, это ваше дело. Вы можете не сообщать подробностей. Но вы мне сказали, что вы знаете всех и помните всех. Давайте вспомним Павел Инбетова. Так. И Кейнова. Кто из них, по-вашему, вот кого бы вы выбрали? Ну, во-первых, Кейнов был два раза Акимов в области. Два раза Акимов выбрал. И я бы сейчас, например, сказал, что были такие времена, когда Аким должен был находить деньги, делать деньги для области в виде налогов, поступлений, и были времена, когда эти деньги надо было правильно распределить, которые сейчас, например, идут. Я бы выбрал Павел Инбетова. Хотя Кейнов, как тот человек, с которым я вместе долгие годы работал, и профессиональный грамот, и как нефтяник, конечно, он выше. А как Акимов выбрал Павел Инбетова. Павел Инбетов. Отлично. Дальше у нас идет Кушербаев и Мухаммеджанов. Ну, во-первых, с Кушербаев я работал долгие годы. Я бы выбрал Мухаммеджанова, потому что с ним резко было видно его реакции по делу, а не по разговору. По делу я выбрал Мухаммеджанова. Мухаммеджанова. Отлично. Айдарваев и Тукжанов. Ну, конечно, Айдарваев выбрал. Почему? Тукжанов мне близок, по идее. Почему близок? Потому что я когда поставил вопрос об отце, это единственный Аким, который поддержал, что память о моем отце надо в законе, в законном порядке, Аким Атугорд сказал, принять соответствующие меры. Тукжанов. Да, конечно, Тукжанов. Конечно, Айдарваев, да. Отлично, оставляем Айдарваева. И, собственно, Нагаев или Трумов. Я понимаю, что Нагаев пришел совсем недавно, но... Я сейчас выбираю Нагаева. Я вам объяснил. Потому что первый Аким, который, узнав по фейсбуку, какие я пишу свои предостерения возможных ЧАЭС, не я ему звонил, никого не посылал, чтобы он меня принял. Он принял меня по одному вопросу, какие могут быть ЧАЭС, и что нужно делать, и не выслушал те серии, которые ЧАЭС могут. А каждый разобрал вводить. И я жду, жду дальнейших результатов в области предупреждения ЧАЭС. Теперь у нас суперфиналочка, точнее полуфинал. В полуфинал у нас выходят Нагаев и Айдарваев. Одного. Я считаю, что все-таки Нагаев в области Акимовства, то есть работа и с населением, и с командой, и в целенаправленности, он может больше сделать, чем Айдарваев, потому что Айдарваев, он специалист. Промышленник. Абсолютно правильно. Он специалист, ему очень сложно, хотя в душе он хочет, чтобы все его поняли, но, возможно, может не довести. Но Айдарваев может довести. Отлично. Принято. Павел Амбетов и Мухаммеджанов. Я выберу Павел Амбетова. Он находил деньги для области. Находил деньги. Ну и, собственно, финалочка. Конечно, Нагаев. Почти что первый. Я объясню, почему Нагаев. Потому что что было, то был уже. Мы не должны тем, вот сейчас у нас в Казахстане как, ух, какой казах был Батыр 500 лет назад, ух, какой был Батыр 300 лет. Но это все ушло уже. А мы-то должны делать на завтрашний день. Поэтому под Нагаево. Прекрасно. Знаешь, с верой в будущее. Последний вопрос. Кто такой хороший человек? Хороший человек – это не обязательно тот, который всем делает хорошо. Который понимает свое назначение в своей жизни. Он хороший человек. Если он поймет, кто он в жизни, для чего он родился на свет, почему у него родственники, почему у него друзья, почему он в это время живет, если он сам себя поймет. Он хороший человек. Вы считаете, что каждый, каждый рожденный на земле имеет какое-то свое предназначение? Конечно, конечно. Надо его понять. Конечно. Спасибо вам огромное за разговор. Мы прощаемся с нашими зрителями. Увидимся на следующей неделе. Всего вам доброго. Спасибо.